Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите еженедельный обзор рынка от компании OVC Markets. На прошлой неделе индекс доллара продолжил расти. Как и до этого, его повышение в основном было обусловлено слабостью единой европейской валюты. Напомним, что ее доля в индексе является максимальной и составляет 57,6%. Во вторник вышли относительно слабые данные по розничным продажам в США за апрель. Они хоть и выросли в третий раз подряд, но гораздо меньше, чем ожидалось. Фактически, он продемонстрировал максимальный рост за неделю. Дело в том, что одновременно вышла информация по еврозоне, которая была воспринята рынком еще более негативно. Индекс экономической активности Германии за май от немецкого Центра европейских экономических исследований снизился пятый месяц подряд до минимума за полтора года. Инфляция в США в апреле выросла и составила 0,3%. Данные из Европы были еще хуже. Из США на этой неделе макроэкономическая информация начнет поступать со среды, когда появятся результаты апрельского заседания ФРС. В этот же день состоятся выступления сразу трех представителей ФРС, включая ее руководителя Джанет Йеллан. В четверг выйдут данные по рынку труда за неделю, а также информация по продажам американской вторичной недвижимости и отряжающий индикатор за апрель. В пятницу также за апрель будут объявлены данные по продажам новостроек. По нашему мнению, данные по рынку недвижимости ожидаются позитивными, а остальная информация нейтральна. В еврозоне в среду выйдет индекс уверенности потребителей за май. Прогноз нейтральный. В четверг ожидается негативный индекс производственной активности за май. В пятницу выйдет целый блок немецких макроэкономических показателей. Предварительные прогнозы являются нейтральными. Это может быть воспринятой рынкой негативно до курса евро, так как ранее предполагалось, что Германия станет локомотивом европейского экономического роста. Касаясь фунта стерлингов, отметим данные по инфляции в Великобритании во вторник, отчет Банка Англии в среду и данные по ВВП за первый квартал в четверг. Тем, кто торгует японской иеной, следует обратить внимание на выступление главы Банка Японии в среду. На курс канадского доллара теоретически могут повлиять следующие данные. В четверг розничные продажи за март. И в пятницу инфляция в Канаде за апрель. С вами были Алиси Маркиас. Желаем вам успешной дороги.